Старшиня Совета Республики Национального Схода Беларуси Наталья Качанова с рабочей поездкой наведала Гродзинский регион. Программой было предугледжено наведывание вытворчасти и сустреча с працованным коллективом. А распочался визит с посаджением у облвыконками, на которое были запрошены представники Мясцовых Советов Депутатов. Головной задачей представников депутатского корпуса повинна быть работа с людьми. С такого посылу начинается размова у выконками. И она повинна грунтоваться на сустречах с працованными коллективами по месту жихарства у допомогу промые телефонные линии. Такий подход позволяет на промою доведаться, чем живут регионы и что хвалюют граждан. Это допоможит примать узваженные решения по распроцовуце законопроектов, яких потребует час. Не раз подкресливается на сустречах, что якость и умовы життя насильництва залежат у многим от работы, которую проводят миновито органы Мясцовых Акерованния и Самакерованния. Мы очень тесно работаем в Совет Республики, с депутатами всех уровней. Поэтому, конечно, вот такие встречи у нас уже стали традиционными тогда, когда мы определяем свои этапы в работе, во взаимодействии с местными органами власти. Поэтому вот такая у меня цель была визита сюда, в город Гродно, где сегодня прошла достаточно такая интересная встреча, где мы переговорили о всех вопросах и проблемах, которые есть на нынешнем этапе. Меня интересовало все, как работают предприятия, как живут люди, потому что для нас это очень важно. Как прохудшало на сустречу в оконками, зараз больше активно будет укороняться практика выездных посаджений у Совета Республики. Ближайшее такое отбудется у городским поселку Смиловичи у Минской области. Подобные сустречи дозволят обугульнить в опыт и зарабить працу депутатов больше эффективной. Долго проходила эта встреча, потому что мы хотели поделиться мнениями, высказывали свои предложения. Да, я попросила, чтобы вносили наши местные советы депутатов предложения по вопросам, которые мы рассматриваем на президиумах Совета Республики, на заседаниях Совета по взаимодействию для нас. Это очень важно. Определять актуальную тематику. Не просто рассматривать вопросы для того, чтобы их рассмотреть, а те, которые сегодня наиболее актуальны. И поэтому, конечно, вот эта обратная связь для нас очень важна. Ну, слышали, конечно, предложения, которые касаются и системы образования. И рассматривать необходимые вопросы, которые мы будем уже в ближайшее время рассматривать буквально на следующей неделе на выездном заседании президиума по работе поселковых советов. Для нас это очень важно. Как они работают, в каких условиях, какие сегодня у них возникают вопросы в их работе. Потому что, ну, это то звено и та работа, из которой складывается вообще работа всего депутатского корпуса. То есть, начиная от поселковых советов, заканчивая Советами Республики. Упродолжение рабочей поездки старшиня Совета Республики наведала ААТ «Молочный мир», где ознайомилась из работы и предприемства. Як подлумачила Наталья Качанова, выбрана корысть «Молочного мира» был целиком осенсованы. Это основное брендовое предприемство города и региона. Цекавила гостю экономичный бок в творчестве, как выконывается принятая подручение президента программа развития. Так, первым пунктом ознайомленного маршрута стали линии по выработке 300 видов продукции, серовину для оких поставляют 56 господарок из 8 районов в области. Могутность перепроцовки молока складая амаль 1500 тонн в сутки. Подчас наведывания цеха было отзначено, что предприемство, не глядяши на пандемию, якая закранула у все краины, смогло не только не снизить, а и нарастить экспорт. За первое по угодзе 2020 года «Молочный мир» отправил за Межреспублики продукции на 14% больше, управ на низ аналогичным периодом 2019-го. Я посетила это предприятие замечательное, на мой взгляд, очень замечательное, высокотехнологичное предприятие, где работают люди, работают круглосуточно, 7 дней в неделю, где достойная заработная плата, ну а самое главное, здесь выпускают ту продукцию, которая сегодня востребована. Причем востребована во многих странах мира, и я хочу сказать, что самое важное, что здесь нет проблем с реализацией. Встретиться с людьми это всегда, ну прежде всего это наша работа. Мы должны встречаться с людьми, должны разговаривать с людьми для того, чтобы понимать, чем живут люди, какие у них есть проблемы или вопросы может быть к власти. Ну а кроме того, вы же знаете, что наша работа это работа с законопроектами, поэтому для нас очень важно, насколько актуальна сегодня разработка того или иного законопроекта или внесение каких-то дополнений и изменений. То есть мы черпаем информацию именно от людей. Протягом визиту стала встреча с працовным коллективом. Подчас размовы были узняты темы бегущего стану и перспективы предприятия, а так само закрануты питания, связанные с развитием региона и экономики в целом. Как было подсумовано, коллектив працует на выник, и это видовочно, а значит, можно различовать на дальнейшее повышение конкурента с дольности продукции на внутреннем рынку и на повеличение экспортного потенциалу. Все о них родинскую продукцию ведают у России, Казахстане, Грузии, Турции, Китае, Вьетнаме, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане, Сингапуре и многих инших краинах. И про стабильные працы коллективу эта география будет только пошираться.